В предыдущих стихах Иисус встретился с двумя слепыми. Они не видели. Мы также видим фарисеев, у которых было физическое зрение, но некоторые были духовно слепы. А что видим мы? Наша младшая дочь была очень энергичной, но страдала от косоглазия. Мышцы вокруг ее глаз не работали совместно, но в шесть месяцев ей сделали операцию. Несколько дней после операции она тихо сидела на месте, наблюдая за происходящим. Ее мир изменился, она начала ясно видеть. Видим ли мы ясно, что мы увидели на этой неделе, когда ехали на автобусе, метро, в магазине, в школе или на работе? Видели ли мы то, что видел Иисус? Давайте посмотрим на Иисуса. 35 стих. Матфея 9 «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Три глагола подытоживает служение Иисуса. Учить, провозглашать и исцелять. Он учит в синагогах, провозглашает радостную весть Царства Небесного, учит учеников тому, что значит следовать за Ним, и исцеляет. В Матфея 8 и 9 Иисус исцеляет прокаженных, паралитиков, слепых, немых и воскрешает мертвых. Он изгоняет бесов из двух людей, мимо которых не мог пройти никто. Он взаимодействует с религиозными лидерами, грешниками, сборщиками налогов. Иисус служит людям. Больные нуждаются в докторе, но есть сопротивление, оппозиция со стороны бесов и религиозных людей. После всех учений, проповедей и исцелений в силе духи, несмотря на то, что они не могут отрицать его чудеса, религиозные лидеры говорят в 34 стихе. Он изгоняет бесов силою князя бесовского. Иисуса называют бесноватым. Почему? Потому что идет борьба за жителей Галилеи. Мы не должны удивляться тому сопротивлению, с которым сталкивается Иисус. Вот как описывает это место в 4 главе 16 стихе. Народ, сидящий во тьме, в стране и тени смертной. Иисус сталкивается с сопротивлением окружения, родных и религиозной культуры, а также со стороны духовного мира. Как-то я ехал по окраине Сан-Паула, Бразилия. Было жарко, у меня было опущено стекло. На углу улицы женщина продавала лимоны. Внезапно она закричала мне, «Уезжайте отсюда, пастор! Уезжайте домой!» Я никогда не видел ее. Если мы будем на миссии с Иисусом, то будем сталкиваться с сопротивлением. Там, где присутствует реальность Царства Небесного, будет и оппозиция. Миссия Иисуса — это вторжение в твердыни сатаны. Как мы смотрим на Ванкувер. Города максимизируют человеческий потенциал для добра и зла. Города всегда представляют собой поле битвы. Мы видим добро, школы, больницы, районы, работы, спортклубы и церкви. Мы также видим зло, образование, которое убивает Бога из-за учебного плана, торговля наркотиками, проституция, коррупция, несправедливость, расизм, банды. Мы видим явные доказательства битвы между добром и злом в похищении 17 миссионеров-мененанитов на Гаити, которое случилось совсем недавно. Сейчас за их освобождение хотят миллионы долларов выкупа. Две недели назад лидер банды гаитянцев угрожал убить их. А они всего лишь строили приют. Церкви менанитов сейчас молятся за миссионеров круглые сутки. Это битва. Но почему воевать за Ванкувер? Потому что люди живут здесь. В Ванкувере проживает 2,6 миллионов человек со всего мира. Это город глобального влияния. Это центр политического и экономического влияния, общения и науки. Это центр образования, который формирует сердца и умы. Это центр морального и религиозного влияния. У нашего города большой потенциал для добра и зла. Что Иисус сделал, сталкиваясь с оппозицией? Он продолжал учить, проповедовать и исцелять. Наш самый эффективный ответ тем, кто выступает против, критикует или порочит нас. Это и дальше поступать правильно, как нам говорит Бог. В 35 стихе мы читаем «И ходил Иисус». Наставническое служение Иисуса происходило в пути. Он шел по всем городам и селениям, потому что любит всех людей. Иисус всегда движется к людям. Он всегда активен. И когда мы идем, то следуем примеру Иисуса. Бог работал в жизни тех, кого мне удалось привести Иисусу. Задолго до того, как я пришел к ним. Однажды я был в гостинице в Киншасе, столице Конго, где проживает 17 миллионов человек. Когда я собрал вещи, готовясь ехать в аэропорт, администратор гостиницы пришел ко мне в комнату. Он сказал, обед готов. Я спустился вниз, в зал. Молодой человек по имени Мутомбу сидел слева от меня. Он работал в горнодобывающей промышленности. Когда мы начали общаться, он внезапно сказал, «Я не знаю, почему рассказываю об этом, но я живу под гнетом злых духов». А потом он рассказал о некоторых событиях. Тогда я сказал ему, «Мутомбу, ты не обязан жить под гнетом». «Что?» «Как мне освободиться?» – спросил он. «У меня было около 20 минут до отъезда в аэропорт. И поэтому я взял салфетку и поделился с ним великой историей Божьей, в центре которой находится пришествие Иисуса. Он через свою смерть и воскресение победил грех, смерть и силы зла. И я сказал, «Мутомбу, ты можешь освободиться, но ты должен отдать свою жизнь Иисусу». Он сразу же захотел помолиться. Мы встали из-за стола и нашли тихий уголок, в котором Мутомбу смог отдать свою жизнь Иисусу. Иисус пошел передо мной, и я просто собрался поужинать. Но Иисус посадил рядом со мной человека, который жил по тенью смерти. Я оставил Ему контакты своих друзей в Конго, которые помогут Ему узнать, как следовать за Иисусом. Иисус может говорить нам, чтобы мы шли, потому что Он сам пошел. Иоанна 20.21. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Иисус никогда не просит нас сделать того, что Он не готов делать или не делал Сам. Он уже пришел в Ванкувер, пошел перед нами. Это одна из великих истин евангелизации. Мы сопровождаем Его дела. Миссия начинается с Иисуса, а не с нас. Поэтому давайте следовать за Иисусом, идя, если мы живы, мы уже движемся. Мы ездим на машинах, автобусах, метро, мы ходим в школу и на работу, прогуливаемся по округе. Движемся ли мы от одного места к другому, от одного разговора к другому так, как это делал Иисус? В Матфея 28 Он говорит Своим ученикам, «Когда будете идти, делайте учеников». Иисус двигался в свете великой истории Царства, которую писал Отец. Часто мы не верим в великую историю Царства, которую пишет Бог. И поэтому довольствуемся малой историей. Историей своего бизнеса, карьеры, романтической любви, спорта. Но когда мы входим в ту великую историю, которую пишет Бог, мы обретаем смысл в жизни. Давайте продолжим наблюдать за Иисусом. 36 стих. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. В истории о добром самарянине, Луки 10, самарянин увидел полумертвого человека у дороги. Он жалился над ним. То же слово. Религиозные лидеры, проходившие мимо, даже не смотрели на него. В истории о блудном сыне, Луки 15, «Отец увидел сына и жалился над ним». То же слово. Отец увидел сына, потому что постоянно высматривал его. Мы склонны видеть поверхностное. Одежда, машина, дом, компьютер. Но мы редко видим самих людей, особенно их нужды. Мы живем в культуре, где никто не лезет в дела других. Нас учат не пялиться, не замечать, но люди беспомощны и разбиты. Их мечты разбились. Мы должны увидеть их. Давайте следовать за Иисусом, видя. Иисус видел мужчин, женщин и детей, сборщиков налогов и грешников, религиозных и светских, интеллектуалов и рыбаков. Он видел всех. Когда Он пошел в Сизарь, маленький самарийский городок, ученики видели лишь свои желудки и пошли в город за едой. Иисус же видел самарянку, которая нуждалась в живой воде. Он видел самарян, которые не знали, кем они были и почему они жили. Они не знали любви Отца. Вот почему Иисус говорит Своим ученикам, «Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». Иисус смотрел на Иерусалим и плакал. Он видел людей, которые не знали, кто их Мессия. Они не знали, кем они были. Иисус сострадал иудеям, жившим в Иерусалиме. Ощущаем ли мы сострадание к тем, кто не знает Иисуса? В Евангелиях Иисус более 70% своего времени проводит с людьми, которые пока что не стали Его учениками. Он видит, и это касается Его. Почему же это не касается нас? Иногда сосед приходит к нам в неподходящее время. Десять лет назад у меня был перелет из Торонто во Франкфурт. Я очень устал. Я не хотел смотреть на того, кто сидел рядом со мной. Я просто хотел спать. Я сел в кресло, пристегнулся, самолет взлетел, и я начал засыпать. И тут я совершил ошибку. Я открыл глаза, когда начали разносить еду. Она выглядела хорошо. И когда я начал есть, мой сосед начал говорить. Хайнц родился в Берлине. Во время Второй мировой войны он крал еду, чтобы остаться в живых. Он выживал, переехал в Аргентину, чтобы начать жить заново. Затем я совершил вторую ошибку. Я сказал, что жил в Бразилии. Он рассказал мне о своих сделках, которые он заключал в Бразилии. Теперь я знал, что не буду спать. С истории о Южной Америке он быстро перешел на историю своего переезда в Канаду. Бизнес в Канаде, брак, семью. А затем он сказал, но два месяца назад все изменилось. Два месяца назад умерла моя жена. За восемь недель до этого у нее диагностировали рак. Теперь я один. И не понимая, почему я жив. В моей жизни нет смысла. Я поделился с ним историей моей жены и ее рака. Мы еще немного поговорили о смысле жизни. Я упомянул Иисуса. Только не Иисус, ответил он. После этого он рассказал о своем религиозном опыте и злости на церковь. Мы говорили всю ночь. Подлетая к Европе, мы увидели восход солнца. Ханс глянул в окно, улыбнулся и сказал, такой красивый вид. Бог точно должен быть. Рей, мне кажется, что Бог не просто так посадил тебя здесь. Я призвал Его открыть свое сердце Иисусу. Я помолился за Него. Часто вещи не касаются нас, потому что мы не видим, что Иисус видит, когда смотрит на 2,6 миллионов жителей Ванкувера. Когда Иисус смотрит на толпы тех времен, что ощущал сострадание. Слово сострадание говорит о чем-то, что проникает вглубь наших эмоций. Мы говорим, что от этого наш живот скручивается в узел. Что скручивает ваш живот в узел? Выпускной экзамен в школе? Извещение об увольнении, анализ, биопсии. Когда кто-то пытается подсидеть вас, какие-то сплетни за вашей спиной, ежегодная оценка на работе, проблемы с парнем или девушкой, недавние проблемы на фондовом рынке. Что связывало желудок Иисуса в узел? Люди. Люди, которые были угнетаемые, беспомощные, как овцы, без пастыря. Вот два слова, которые описывают сегодня нашу реальность. Слово угнетаемые означает встревожены, в стрессе, подавлены, без водительства, простым языком, психический и эмоциональный стресс. Слово беспомощный говорит о людях, которые изгнаны, которые не могут подняться сами, не могут сами спасти себя или избежать мучений. Они истощены в психическом, эмоциональном плане. Иисус видел их, сострадал им. Его касались люди, которые страдали духовно, эмоционально, психически и физически. Он хотел проявить любовь, послужить, позаботиться о них. Встреча с потерянными должна побуждать нас плакать. И не только плакать, но действовать. В Евангелии от Матвея сострадание включает в себя не только сочувствие, но и радикальные действия, не просто эмоции, но заботу. Лучшее противоядие против зла в городе — это любовь. Как церковная семья, мы должны проявлять сострадание в Ванкувере. Давайте следовать за Иисусом, любя. Что нам делать? Слова Иисуса могут удивить нас. Посмотрите на 37 стих. «Молите Господа жатвы», чтобы выслал делателей на жатву свою. Что мы видим здесь? Во-первых, проблема не в урожае. Во времена Иисуса население мира составляло 250 миллионов, и рабочих не хватало. Сегодня нас более 7 миллиардов. Урожая много. То есть, люди готовы к радостной вести. Урожай готов к уборке, но большинство людей умирает без великого лекаря. Во-вторых, мы должны обратить внимание на то, что Иисус говорит своим ученикам. Жатвы много, поэтому принимайте приношения. Жатвы много, поэтому сформируйте миссионерский комитет. Жатвы много, поэтому стройте стратегические планы. Жатвы много, поэтому трудитесь усердней и ощущайте больше вины. Нет, Иисус говорит, «Итак, молите господина жатвы». Молить значит просить умолять. Иисус говорит о чем-то, что могут делать все. Просите господина жатвы выслать делателей для Ванкувера и других городов. Есть спелый урожай, который нужно собрать. 97% людей, с которыми мы встретились в Канаде, не имеют личных отношений с Иисусом. Последний опрос показал, что 7-8% называют себя евангельскими христианами. Это люди, которые исповедуют Спасителем. Но на самом деле лишь 3-4% посещает церковь. Иисус скажет, что проблема не в жатве, ее много. Поэтому становитесь на колени и молитесь. Жатвы много, в самых необычных местах, даже в центрах других религиозных убеждений. 15 лет назад я был в Индии с нашей второй дочерью Алланой. Мы поехали на поезде из Дели, чтобы посмотреть на золотой храм. Тогда мы жили в округе, где многие наши соседи были в Панджаби. Мы хотели увидеть религиозный центр веры сикхов. Мы зашли в храмовый комплекс и прошли мимо бассейна к золотому храму, находящимся в центре. Когда мы шли по храму, священники читали свои святые книги и пели. Уходя из храма, мы вернулись к дорожке возле бассейна. Алана прошептала мне, «Пап, здесь так холодно и пусто, этим людям нужен Иисус». Я посоветовал ей помолиться. Как только мы вышли, к нам подошел молодой панджабец и спросил, «Почему вы здесь?» Я объяснил, что мы последователи Иисуса, но приехали, чтобы лучше понять сикхизм. «О, сказал он, вчера я посмотрел фильм о жизни Иисуса. У меня есть вопрос. Когда Иисус был на кресте, то как он мог простить своих гонителей? Это удивляет меня. Бог дал нам возможность поделиться радостной вестью Иисуса в центре сикхизма. Наш друг панджабец рассказал об истории насилия и ненависти в его регионе, а также отсутствии прощения. Я сказал, что мы можем простить лишь тогда, когда в наших сердцах есть любовь Божья. Я предложил ему Библию на Панджабе. К нашему удивлению он сказал, «Кто-то как-то раз мне дал Библию?» Я показал ему, с чего стоит начать изучение жизни Иисуса. И мы помолились. Жатвы много. Если мы будем идти, то будем видеть. Если мы будем видеть, а Иисус будет в нашем сердце, у нас будет сострадание. Если у нас будет сострадание, мы будем действовать и будем видеть, что жатва готова, и это будет побуждать нас к молитве. О чем мы должны молиться? «Молите Господа жатвы, чтобы выслать делателей», говорит Иисус. Слово «выслал» на греческом означает «изгнать». Где используется это слово? В Иоанна 2 Иисус очищает храм. Это слово также используется для обозначения изгнания бесов. Это сильное слово. Когда мы становимся на колени и начинаем молиться, нечто невероятное начинает происходить. Во-первых, наши сердца меняются. Мы начинаем видеть мир так, как его видит Иисус. Мы начинаем больше думать о великой истории, которую пишет Бог, а не только о нашей истории. Следуйте за Иисусом, молясь. Если мы молимся, то можем стать ответом на свои молитвы. Что я имею в виду? В Матвее 10 Иисус посылает тех, кто молился. Ученики становятся ответом на свою молитву. Иисус сделает их тем, кем обещал, ловцами человеков. Об этом говорится в Матвее 4,19. Часто, когда мы молимся, наши сердца должны измениться в первую очередь. И тогда люди начнут двигаться. Они не могут оставаться в покое или без участия. Их возбудит Дух. И я считаю, это очень важный порядок этого фрагмента. Когда я работал на миссионерское служение, мы часто говорили о росте уровней взаимодействия. Молиться, потом давать, а затем идти. С таким порядком большинство людей считало себя теми, кто будет молиться и давать. Мало кто был готов пойти. Порядок же этого фрагмента другой. Идите, смотрите, сострадайте, а затем молитесь и посылайте. И когда будете идти, не удивляйтесь сопротивлению. Почему мы не идем? Возможно, мы не знаем, что сказать. Иисус обещает дать нам слова. Возможно, мы ощущаем одиночество. Иисус обещает быть с нами. Мы можем сталкиваться с сопротивлением. Иисус говорит, что так и будет. Мы можем отдавать это в Божьи руки. Когда мы будем идти на этой неделе, давайте просить совета у Иисуса. Давайте принимать Его сострадающее сердце, в том числе. Давайте жить с ожиданием. Если мы будем участвовать в великой истории Божьей, она не только наполнит наши жизни смыслом, но и позволит нам увидеть вечные перемены в жизнях других.